И всем привет, ребят, с вами MrBank, и сегодня я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами будем обозревать одну интересную пушку, это пушка Magnum, скатаем на ней, давным-давно я не играл и не тестировал её, поэтому я думаю, что это будет интересно. На одном из предыдущих своих стримов я обкатывал эту замечательную пушку в рамках матчмейкинга, и она, ну не сказать, что показала себя супер имбой, но показала себя той самой пушкой, которая может очень и очень жёстко троллить противника, и за счёт как раз-таки этого троллинга набирать дополнительно хорошее количество очков. Берём резист сразу от самого себя, потому что большое количество урона будет залетать по мне тоже, из-за сплэша, ну и возьмём Гаус со Скорпионом, скатаем одну катку в рамках матчмейкинга, по режиму я бы, наверное, хотел бы сыграть командный бой, ещё интересно катать в штурме, например, за атаку, когда противник кучкуется, но давайте попробуем скатать обычную дефолтную TDM-ку, попробуем там реализовать эту комбинацию, Ну и по устройству сегодня мы берём обычный бронебойный сердечник, то есть при прямом попадании магнум будет наносить пробитие на противника, и плюс это устройство, которое фиксирует вашу башню на 8 градусах, и всё, что вы можете делать, это играть с помощью раскачки, и уже за счёт этого втушивать дополнительное количество урона. Ну и по корпусу у нас сегодня Хантер, Хантер является довольно-таки, наверное, удобным корпусом для магнума, поэтому будем пробовать. Я, честно вам скажу, на магнуме в последнее время уже давным-давно не играл, поэтому если будет тут большой кризис у всяких промахов, то сильно особо меня не критикуете, буду, конечно, стараться, но первое время там чуть-чуть, я думаю, что промахи точно будут присутствовать. Ну и нас закидывают на редалерт, наверное, не самая лучшая карта для реализации магнума в целом, потому что карта не на большое количество игроков, да, ну а так саму пушку, я думаю, что здесь можно реализовать, поэтому главное это только и только попадать по противнику. Хорошо, пару вкусных тычек уже залетело. Так, ну и у меня есть ещё овердрайв, отличное прямое попадание, овердрайв сразу вжимаем, сбриваем один танк, второго добиваем. Ну и тут уже, как говорится, реализация идёт и пушки, и корпуса. 300 урона под стеночку даём, ну и меня нарез подправляет. От магнума резис, кстати, что я взял, это очень хорошо. Против есть ещё рикошет, есть шафт, есть скорпион. Вот, скорпиона у меня есть, от шафта у меня нету, если шафт мне какую-нибудь тычку тут попадёт, ух, хорошо, даже такое, такое, да, попадание было даже близко, я не попал, и всё равно полторушка в него залетела, сплэшом. Вкусно, хорошо, добавляем ещё одну тычечку. 10 киллов у нас уже на команду имеется, не сказать, что это много. Сплэшом 300 урона всего лишь проходит. Так, ну и не стал я сегодня записывать всю эту тему с кризисом, не захотел акцентировать внимание исключительно на нём, поэтому решил взять гипериончик, с которым, кстати, недавно выходил видос, где я говорил о том, что это лучший дрон на сегодняшний день в нашей игре. И это, ну, целиком и полностью так лично для меня. В чём плюс хантера, да, здесь за счёт раскачки иногда можно даже сотку тушить и сотку чётко попадать по противнику, если вы грамотно качаете корпус. Например, вот так вот вы соточку заряжаете, вниз корпус дёргаете на прокатке, и эта сотка залетает чисто в голову. Даже это получается лучше за счёт того, что у вас быстрее перезарядка работает. Так, ну и пока что у нас в рамках этого боя. Не всё так круто, наверное. Промахов многовато, очевидно. Очевидно их многовато. Я тут с углами, циферочками, ну, так особо сильно пока что ещё не дружу. Раньше был один момент, когда у меня получалось неплохие такие пички попадать. Ну, сейчас, конечно, уже так прям хорошо это дело не работает в моём случае. Хороший овердрайк проживаем на два танка. Ну, и стараемся здесь ещё дополнительные киллы сделать. Так, рикошет, кстати, против с гелиусом. Возможно, стоит от него тоже резистик взять, потому что возможность у меня как раз-таки резист поменять имеется. Ну, и кто-то там против удивляется то, что я в ТДМке. А чё, я не могу в ТДМке играть? 2800 залетают стычки. Конечно, нету вот этого вот ваншота замечательного. Ваншот был бы с, например, даже тем же бустером. Да, но тут ваншотик не залетает. Ван, давайте в стенку дадим. Даже от стенки пробитие наносится. Ничего себе. Даже от стенки пробитие залетают. Так, ну и по киллам у нас пока что всё не очень хорошо. Отрыв уже довольно маленький. Блин, неправильно корпус скачнул. Довольно маленький отрывчик, но шансы на победу сохраняются. Так, пытаемся куда попасть? Ой-ёй-ёй, почти чётко в голову залетело. Так, рикошет, 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 шафт. Давайте чуть-чуть пока что не будем торопиться с переодевалкой. Чуть-чуть ещё выждем тайминг. Так, хорошая тычка должна залетать чисто. Нет, не залетает. Перелётик. А вот это вот? Вот это должна залетать, да? Ой, чётко, идеально просто в голову, с базы в базу. Вот это вкусненько. Хорошо. Вот так, полторушечка по диктатору. Заставляем его прожать аптечку. Добавляем ещё ему пробитие. Здесь он уже аптечку прожать не может, потому что у него её нету. Так, тычку по титану, но не прямое попадание. Плюс выстрел ещё по викингу. Вот это уже прямое было. Пробитие нанесли. Ну и, конечно, на магнуме, если пристреляться, можно такие очень хорошие тычечки давать. Очень хорошие можно, чтобы залетало. Но для этого, конечно же, надо эту пушку практиковать. А я, честно, в последнее время, да и вообще, наверное, маловато на ней играл. Блин, вот это плохо, конечно, что не получилось отжать овердрайв. Свой овердрайв прожал и всё равно молодого человека не слил. Что касаемо набора очков на этом вооружении, да, я бы сказал, что это не вооружение для супер большого количества набора очков. Да, это не оно. Но, если вы хотите конкретно, жёстко патролить противника, да, покидать урон с каких-то позиций, откуда другая пушка не будет его давать, то у вас будет, ну, прям очень хорошее преимущество. Хотя, даже, мне кажется, на дистанции, да, на дистанции, этот магнум будет работать, ну, вообще, любой магнум будет работать так же, как примерно дистанционный подрыв на страйкер, да. То есть, изначально, когда вы берёте дистанционный подрыв, вы же тоже не можете дать супер хороший результат на нём. Почему? Потому что вам непривычно пушка, и вы наносите не такое большое количество урона, да. А наносите вы его, потому что вы промахиваетесь. Так же самое и здесь на магнуме, да. У меня 15 киллов, при этом большое количество выстрелов было с промахами. Если бы я бы все эти выстрелы бы попадал, соответственно, я бы имел бы где-то на процентов 40 больше киллов, больше очков. Тогда, может быть, этот бы магнум уже бы смотрелся бы совсем с другой стороны и смотрелся бы интереснее. Поэтому как-то так. Молодой человек пишет, что я... Моя стихия записывать видос против 6КГСа, но если он себя сравнил с 6КГСом, ну, тогда, как говорится, флаг ему в руки. Если он считает, что он 6К-сиковый ГСник, ну, в принципе, нормальная тема. Какой-то определённый хейтер. Так, 7 минут до конца, ребят, у нас каточки. Пробуем ещё неплохие тычки выдавать. По Титанчику, кстати, залетела неплохая плюшка. Хотелось бы вообще дать на другую половину базы выстрел контентовый. Но я думаю, что там довольно тяжело попасть. Так, попробуем сейчас вот сюда дать. Ой, хороший сплэшочек. Хорошо, хорошо, бэмцанули. Так, и ещё одну вот такую тычку. Ой, блин, он не добил его, к сожалению. Не добил его, к сожалению, аптечку. Успеваю прожать. Так, и переодевается на молота, да? Так, что у нас, значит, есть по пушкам у противника интересного? Молот, 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 рыка. Шет, ша, да, то есть два Рика даже, два Рика у нас есть, два Рика. Молот, молот я специально возьму резист. Специально возьму рез. И от чего ещё взять? Там твинс есть, но твинсам я не вижу никакого смысла брать. Ладно, давайте чуть-чуть ещё выждем тайминг. У нас, в принципе, плюс по киллам есть в этом бою хороший. Соответственно, скорее всего... Ладно, так сделаю. Нажмой оверху. Скорее всего, мы эту каточку должны уже выигрывать. Без особых проблем. Но если у нас победочка будет в кармане, то, соответственно, уже всё будет очень и очень хорошо. Так, пробуем попасть через стенку. Полторушку сплошом отдаём. Сюда по стеночке. Хорошо. Ещё полторушечка вкусная залетела. Так, рез от магнума молодого человека. Так, ну и берём, значит, рикошет, молот и... Давайте возьмём от шафта, хотя шафт меня там особо не накидывает. От шафта. Давайте я оставлю просто... А, мне нужен резист от себя. Точно тогда зачем мне? Рикошет, молот и магнум. Оставляем вот такой вот резистик. Интересный. Так, тычку не попадаю, к сожалению. Ну, хочется, хочется иногда, знаете, что-то такое контентовое попасть. А, процентаж я не знаю. Я не знаю процентаж, который сейчас есть на этом магнуме. И моментами, конечно, эти выстрелы залетают не в голову. Но вот этот, например, сочный прям залетел. Чисто в головешку. Но я думаю, что если немножко поиграть, пару-тройку каточек, да, на этом магнуме, то уже процент попадания будет значительно больше. Вопрос лишь только в том, насколько мне интересно играть на этой пушке на сегодняшний день. И насколько сильно она конкурирует с другими вооружениями, да. Но по конкуренции, конечно, есть очень много вопросов. И очень большое всяких разных есть комбин. Которые также себя очень хорошо показывают в рамках нашего матч-мейкинга. Так, остается 4 минуты у нас до конца боя. Еще заряжаем контентовую плюшку. Еще добавочку сверху. Вообще супер. Шикарно, шикарно, шикарно. Так хорошо у Хантера иммуночка от пробития. Кстати, вот он играет на лучшем дроне. На гипериончике играет. Красавчик, красавчик. Шарит. Шарит за мету. Шарит молодой за мету. Так, викинг выезжает. Сразу в него этот овердрайв. Сразу тушеночку ему. Даже думать не буду. Сразу в него жму. Потому что есть еще один овер на центре. Который мы можем как раз таки забрать. Отлично. Забираем еще овердрайв. Так, и прожимаем вот такую оверку шикарную. На два танчика на расстояние. Долетает. Это как говорится за тухлые словечки. И нормально еще добавляем. Так, 32 килла отрыва у нас. 29 киллов в рамках этого боя. У нашего молота на 8000 гэски киллов значительно больше. И очков больше. Да, значит вы сами понимаете, что можно было здесь давать намного-намного лучший результат. А я на своем магнуме, ну, вот такой вот. Ну, басик. Ну, басичек. Мистер Нубик. 1, 2, 3. Ну, что поделаешь. Пушка интересная, но на ней надо хорошо скиловать. Надо хорошо попадать. Надо грамотно катать. Поэтому, если вам интересно, может мы какого-нибудь... Какую-нибудь новую рубрику на нашем основном канале придумаем с этой замечательной пушкой. Хотели бы вы видеть, например, какой-нибудь контентик исключительно на магнуме? Если у вас будет в этом плане интересик, то может быть мы что-нибудь... Что-нибудь да и придумаем. Что-нибудь интересное придумаем и какую-нибудь магнумовую разрядочку дадим. Плюс, я думаю, что сейчас эта пушка будет актуальна в наших турнирах. И всем магнумоводам нашей игры эта тема тоже, я думаю, что должна заходить. Поэтому напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну и плюс остается у нас полторушечка. Полторушечка до конца. Попытаемся сейчас добить уже победную каточку. Досрочки, скорее всего, у нас не будет. Потому что это бой все-таки 6 на 6. А в TDM 6 на 6. Досрочки крайне редко бывают. Да, бывают они только в том случае, если... Как раз-таки вы играете какой-нибудь дополнительной пачечкой. Либо еще каким-то таким моментиком. Так, овердрэв, кстати, хороший срабатывает. Отлично, еще плюс 2 кила. После прожатия овердрайва. Ну и я думаю, что мы должны еще пару-троечку киллов здесь бэмсануть. Отличный выстрел. Залетает прямо в головешку. Добавка есть. И ластычку какую-нибудь такую. Бах! А, не ластычка, ладно. Выживает. Молодой. А вот это? Вот это уже ластычка. Так, и еще, может быть, сюда по молоту. Отлично! 2 800 залетает. Аптечка за счет гипериончика вкусного. Есть! Хорошо! 3 200 на добавочку. 25 секунд до конца. Ну и... Я уже, скорее всего, тут-то уже точно ухожу на резк, правильно? Тут-то я ухожу на резк. Но еще дополнительный кильчик даю. 3 шестерочки очков у нас за матчмейкинговую катку. И 39 килов. Ну, сейчас мы эти 3 шестерочки исправим, наверное. Или не успеем исправить. Нет, наверное, исправим. 2000 есть урончик? Нет, не исправляем. 2000 урончика, но не хватает. Так, и того 3 шестерочки и 3000 кристаллов мы зарабатываем. Вот такая вот интересная комбинация. Возможно, кто-то играет на магнуме. Кто-то, может быть, все еще раздумывает, стоит ли катать на такой комбинации. Но это такой больше фанчик и больше скилл. Реально скилл, да? То есть фан плюс скилл. Я думаю, что если прям хорошо попадать, на этом магнуме можно много очков набирать. И тогда будет плюс-минус результат, как у имбовых устройств. А может быть даже и лучше. Пишите, что вы думаете по поводу магнума. Поддерживайте обязательно данный видеоролик лайком. Подписывайтесь на канал. Если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Ну и, конечно же, не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунте, кемо личный, так это так, темп. Устанавливайте его, поддерживайте меня, участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.